Друзья, когда я ехал в Камбоджу, я думал, что здесь все на ослах катаются. И никого не хочу обидеть. Очень-очень бедный народ, очень бедная страна. И увидел я неимоверный контраст, который запечатлел на объектив своей камеры. И спешу поделиться этой атмосферой с вами через экран ваших устройств. Вот это вот в натуре Камбоджу, блин, вот это можно охренеть. Сегодня мы находимся в столице Камбоджи, в городе Пномпень, где первым делом посетим трущобы, где живет местное население. Не побоюсь этого слова, счастливое и богатое население. Выходя из трущоб, куда ни посмотри, нас встречают люксовые автомобили в новых кузовах, ценник которых и их количество в городе вас просто шокирует. Буквально в пяти минутах езды от этих трущоб нас встречает абсолютно новая, богатая Камбоджа. Поверьте мне как автору, этот выпуск вас действительно удивит и местами очень сильно впечатлит. Покажу вам, как ловко зарабатывают по 8-10% годовых в долларах иностранцы на той самой недвижке, по той самой знакомой схеме для нашей страны, когда люди покупают квартиру на этапе котлована, потом ее сдают в аренду или вовсе продают с доходностью. И прямо сейчас вы все это увидите в деталях. В этом выпуске у нас будет главный герой, местный житель, который нам расскажет абсолютно все, так как отлично знает историю своей страны и отлично знает русский язык, потому что 9 лет обучался в России. Вы увидите много интересного. Мы покажем вам, как развивается город, сколько зарабатывают простые люди, как они живут, чем питаются, как отдыхают. В общем, это будет по-настоящему душевный выпуск из Камбоджи, и вы сможете с удовольствием провести свои ближайшие час, а то и полтора. Поэтому, не размазывая кашу по тарелке, мы начинаем прямо сейчас. Приятного просмотра. Знакомьтесь, друзья, наш герой выпуска, не побоюсь этого слова, Лин. Лину 46 лет. Это гражданин Камбоджи, но 8 лет ты проучился в Москве. С 96-го года по 2005-й, 9 лет. Да, 9 лет. Лин, расскажи, пожалуйста, каким образом из Камбоджи в такие ранние года, по отношению к сегодняшнему, ты оказался в Москве и на кого-то там учился? Помнишь, что когда-то Савелик Розе очень помогал нашей Камбоджи. Тогда страна так называлась. Сейчас у нас Камбоджа, и Россия тоже помогает подготовить специалистов из Камбоджи, и Вьетнам, и Лаоса. Именно поэтому меня забрали учиться в Москву на агронома. Там ты отучился сначала 5 лет, потом ты закончил аспирантуру, выучил русский язык. Расскажи нам кратенько, мы сейчас где находимся, и что здесь было 10-15 лет назад? Мы сейчас находимся в столице Камбоджи, называется город Кнумпинь. Лет 15 лет назад здесь ничего не было. Сейчас высокое здание, 43 этажа. 15 лет назад максимум 6 этажей. То есть, получается, раньше то, что мы видим небольшую этажную застройку, такую изначальную, было так, и за 15 лет в экономику пришли бабушки, бабушки в смысле денюжки, и вот все начало расти. Кто вкладывает? Китай, Япония, Южная Корея, Европа, Америка, Россия в том числе. Как вам такое, друзья? И прям действительно такой контраст, да? И сейчас, если мы посмотрим, подчеркиваю, мы работаем с микрофонами, но стройка идет, там что-то пилят, там строятся, краны ездят. И в целом, если мы пройдем по городу, посмотрим по сторонам, Роллс-Ройсы, Мерседесы S-классы и иные люксовые тачки, здесь это, подчеркиваю, друзья, на каждом шагу. Поговорим сегодня об этих людях, кто такие, как работают, чем зарабатывают. Обязательно, пока время. Ну, давай начнем с простого, так сказать, с народа, с души. Спустимся вниз и посмотрим, какой-нибудь райончик, заведи нас, пожалуйста, покажи, как местные живут, с чего начинается жизнь вот эти вот улочки, дворы, чем занимаются, чем работают. Сюда вызовем. Сделаем? Давайте. Поперли. Ну, а пока мы спускаемся вниз, в те самые трущобы, в гости к местному населению, подвожу первую черту. Лет 15 назад, вот примерно так, говорят, Пномпень и выглядел. А потом сюда полились денюжки рекой, соответственно, население тут же начало расти и пошло-поехало. Урбанизация. Стройка идет бешеными темпами. В этом выпуске мы вам покажем, что здесь строят. Жилье, бизнес, классы и сколько оно стоит. Почему Камбоджу любят деньги, обо всем этом поговорим. Друзья, контрасты здесь, ну, просто бешеные. Вы посмотрите, за моей спиной строятся высотные здания. Так, например, премьер страны хочет построить здесь здание высотой 108 этажей, потому что в буддизме 108 имеет большое значение. За моей спиной общественный транспорт, так называемые тук-туки, это некие такси, другими словами. Ну, вот интересный, на самом деле, транспорт с точки зрения того, что здесь постоянная жара. Если даже вдруг пойдет дождь, вы можете спокойно опустить и будьте защищены. Получается, это мотоцикл с крыши, переделанный под такой, ну, городской транспорт. Блин, слушай, на улице сегодня должно быть порядка 32-36 градусов. Вот для того, чтобы тебе, как камбоджийцу, было действительно жарко, сколько должно быть на улице? 42-42. Очень часто жителям Москвы говорят, да зачем эта Москва вам нужна, с точки зрения того, что там кипиш, движуха, вот прям вот постоянная какая-то, ну, движ идет. Ты житель деревушки, но ты частенько бываешь в Пномпене, потому что у твоей жены здесь живут родители. Как тебе вот это вот вся движ? Не напрягает? Напрягает. Движение ужасное. Я понял. Слушай, за твоей спиной пойдем, пожалуйста, ближе, пойдемте, друзья, вместе с нами. Вот такой вот квартальчик. Что здесь происходит? Кто здесь живут? По наследствия им квартиры дали или как? Да, вот здесь живут простые жители, они как раз получили по наследству от родственников, да. Поэтому живут здесь честновато, потому что на большей семье средней детей в семье 5, бывает 10. Слушай, а вопрос такой, вот в этих домах, как, например, с точки зрения санузел, душ, там, я не знаю, туалет, телевизор, интернет, это все здесь есть или как? Все здесь, да, все здесь. То есть на улицу, как мне может показаться, в туалет ходить не нужно? Да. Все четко. Все есть, телевизор работает. А вот давай еще, смотри, обрати внимание, вот, например, различного рода велорикши, или как это правильно назвать, люди занимаются своим мелким бизнесом, да? Да. Ракушки продают, это кушать можно? Конечно, это обед. А как ты думаешь, сколько вот женщина за день может заработать реально чистых денег вот с такого бизнеса? Она зарабатывает как минимум 5 долларов в день, а может быть 10. Это хороший доход? Нормально. То есть 10 в день, если каждый день работать, они наверняка каждый день, да, выходят? Да. Это 300 баксов в месяц? Да, 300 долларов в месяц. А вот то, что на улице лежит, знаешь, мне как так сказать этому человеку из России, кажется, кажется, что это испортится, это будет... Испорченная еда? Наоборот, то, что ракушка на жару, значит, она готовится. Ага. Потому что она сырая, на сосе она готовится. То есть на костре ее, на углях, на сковородке, нет, так пойдет. На сосе на жару. И если красный, это красный спец, острый. Мы очень любим острую еду. И сколько такое блюдо стоит? За стакан... Смотрите, за стакан шкуршенного молока 5000 риала. Да, в долларах... Доллар двадцать пять. Да, в доллар двадцать пять. Я посчитал, в доллар двадцать пять. Друзья, пойдемте дальше потихонечку. Смотри, здесь у нас получается еще дополнительно рис готовят и так далее. Такое ощущение, как будто мы пришли не то, чтобы кула-то, знаешь, в жилой квартал. Это какой-то бизнес-центр местного населения. Понимаете, мы далеко не... Вот Макдональдс доставка. Макдональдс доставка. Короче, друзья, Лин с юмором, таким русским, поэтому будет интересно. Таким образом, смотри, я правильно понимаю, что вот он, жилой квартал. На первых этажах у людей идет свой бизнес, а уже над ними начинается кухня, спальня и все-все-все, что с этим связано для жизни, правильно? Сколько вот такая квартирка здесь стоит? Вот захочешь ты ее купить себе завтра? Сколько в долларах? Ну, если три этажа и четыре комнаты, каждая полная с ванной, стоит примерно 80 тысяч долларов. Вот это вот плюс-минус 80 тысяч долларов. А покупая жилье, например, давай расскажем людям, например, есть коммунальные платежи, еще что-то. Это сколько нужно оплачивать? Ну, за воду, за электричество, народ платит примерно 50 долларов в месяц. А все остальное, ну, отопление, понятное дело, оно не нужно? Не нужно, да. Килинс работает, два кондиционера не работает. Да, заплита, да, работает. И востребовано вот такое жилье у местного населения? Или же уже многие, глядя на новостройки, такие думают, блин, лучше вот туда? Конечно, конечно, мечтаю. Переехать? Переехать, да. А почему тогда не продают? Они привыкли жить вместе с родственниками. У нас большая семья, поэтому родственник помогает молодой семье, поэтому она никуда не уезжает. В одном там таунхаусе может жить папа, мама, бабушка, дедушка, дети. То есть вот так? Если четыре комнаты, то как минимум десять человек. Ну, в целом комфортно, как ты считаешь? Да, мы привыкли. Нормально. Сказали так, да, нормально. По факту, это получается эконом-класс. Нечто подобное, как у нас бывает по городам. Пятиэтажные дома, трехэтажные дома, четырехэтажные бараки по всей нашей стране. Вот иди, пожалуйста, сюда. Смотри, вот это ты заход к себе во двор. Сейчас женщина шла с двумя пакетами продуктов, байки. Это парковочка вдоль твоего дома. И потихоньку-потихоньку ты уходишь. Дальше при этом, вы видите, электричество идет, есть камеры видеонаблюдения. То есть, человек поставил себе камеру, которая следит за вот этим местом, собственно, за его байком, за вход куда-то там в подсобное помещение. Понятное дело, да, друзья, что можно на все это посмотреть. Особенно, вот покажи, пожалуйста, вот этого вот товарища. Филм, дыс, бро, иди покажи. Вот такие тараканы, да, вот такого размера, они, собственно, могут заползти к вам в квартиру, ну, он примерно, ну, вот, с палец вот такой. Кого-то это может шокировать, но по факту, это местная жизнь, это еще не так страшно. Потому что дальше я попрошу рассказать нашего героя о том, что бывает, если ты живешь возле воды. А может ли к тебе в гости прийти крокодил или заползти змея? Ответы его на эти вопросы меня просто шокировали. С точки зрения безопасности, вот расскажи мне, я белый мальчишка с сумочкой на поясе, окажись здесь после 6-7 вечера и буду проходить. Вопросы возникнут ко мне? Мы очень уважаем иностранцев, очень уважаем. Ну, самое главное, чтобы иностранец, да, в ответ относился с уважением к вам. Если я приду, начну здесь кричать, ну, замечание сделают. Ты или за спинку? А, ты? Палкой или чем? Палкой? Словами. Словами, я понял. Блин, ну, целая инфраструктура. Настоящий жилой микрорайон, по-другому его не назовешь. Вот на таком пятачке мы, можно сказать, окунаемся в полноценную настоящую жизнь. Несмотря на то, что вокруг нас вот те самые уже многоэтажки, огромное количество иностранцев, в том числе и богатых. При этом у вас, смотри, салон красоты есть. Все различные кухни, продукты есть. Вот ты мне расскажи, проживая здесь в основном, что люди предпочитают есть там завтрак, обед, ужин, какие-то блюда? Мы кушаем три раза в день, на обеде в основном суп или рысовая каша с рыбой и с мясом, на обеде по полной программе, рис обязательно, большая порция, суп называется салон коко, тунг-дям, как в Таиланде, например, или меж жареное с овощами. Короче, я правильно понимаю, что плюс-минус на самом деле ингредиенты используются такие же, как условно и в России, просто способ приготовления немного другой. Курицу едите, мы едим рис, едите, мы едим, но, наверное, у вас нету чего-то типа гречки. Да, нету гречки. Но ты ел в Москве? Ел. Вкусно? Обожаю. Привозись сюда, будешь это приторговывать. Обожаю ваши гречки. Слушай, знаешь, что еще интересно? Вот я всегда обращаю внимание, подобная проблема встречается, к сожалению, по всем городам и странам мира, когда заходишь, ну, что-то куда-то недорогое. Вот обрати внимание, мусор валяется. Это не я бросил, это не ты бросил. Это бросают вот местные жители, при этом они здесь проживают. Почему они не поддерживают улицы, вот, внутренние, в чистоте? Ну, грубо говоря, народ не заморачивается. Ну, конечно, молодежь думает об этом. Любит чистоту. Ну, поскольку, понимаете, пожилые люди пережили через Красную войну, поэтому они об этом не думают. То есть, короче, для них проблема мусора, она, грубо говоря, ее не существует. Не существует. То, что это вижу я, он этого не видит. Не видит. А молодежь как бы только-только перестраивает. Соответственно, это когда-то будет, но в каком-то дальнейшем будущем. Через 25, ну, через 25 лет мусора не будет. А пообедать по цене выходит, ну, плюс-минус обед-ужин, я думаю, пару долларов не хватит? Хватит. Чтобы поесть? Вот, да. Ну, для меня 2-3 доллара, я буду доволен и сытым. Весь день? Весь день. Расскажи, что покупаешь? Я покупаю кролан, рис в бамбуке. Рис в бамбуке? Да. Это вообще еда или что это такое? Да, сейчас. Если мы куда-нибудь уходим, далеко и надолго, например, на рыбаку, на охоту, не хотим готовить 3 раза в день, мы кушаем кролан, то есть рис в бамбуке. Сейчас сниму, вы поймете, что там внутри. Я понял. Короче, друзья, вот она вам закуска под пиво. Кто хочет, пожалуйста, приезжайте, попробуйте. Ну, съешь, скажи, как оно. Вообще, по вкусу, что, рис это, да? Фрикадельки. Кто? Фрикадельки. А, фрикадельки. А здесь что, мясо, что ли, еще есть? Да. Я понял. Рыбное. Значит, к вечеру я буду все пробовать, потому что, сами понимаете, я иностранец, хрен узнаю, как желудок отработает, а мне еще снимать надо. Я бы съел с удовольствием, но просто побаиваюсь, живот их заболит, лягу снимать не смогу. Ну, вкусно, да? Народ берет. Сколько ты за это отдал дела? Пять тысячи рель. Один доллар двадцать процентов. Один доллар двадцать. Сто рублей по нашему. Короче, что-то типа, как наша шурма по цене плюс-минус. Единственное, если мы уезжаем куда-нибудь далеко, на работу, и нигде готовить, и нигде сидеть покушать, мы берем с собой кролан. Это рис в бамбуке. Сейчас снимаю. А, он, короче, запечатан, получается, ты когда открываешь, он здесь как бы закрыт, а там уже внутри, вот он, отварной, да, свежий. Можно сказать, камбашистский хачапури. Хачапури? Слушай, ну а в рисе там просто рис, больше ничего нет, там мяса, там рыбки. Фасоль. Кто? Фасоль. Фасоль. А, фарш. Фасоль. 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 Что такое фасоль? Фасоль. А, фасоль. Слушай, мне кажется, это прям сухая такая еда, а, он сыроватый, да, нормально, ага. А запивать не надо ничем? Ну, водой. Водой, так. Ну, короче, вкусно, питательно и для фигуры полезно, дай. Попробуй. Короче, друзья, Камбоджа, Камбоджа, ничего какого-то прям грандиозного другого нету, точно такой же рис на. Домашний, без соли особо, то есть такой, кто за фигурой снит, качается, мне кажется, вот, прям приезжаешь, каждый день его ешь, и в зале, в зале, в зале будешь здоровым. Самое время можно хранить до пяти дней. А, я вижу, что есть дети, а площадок детских нет, где дети играют? Это детский сад. А, вот это вот в целом детский сад? Да, потому что они ходят, играют, это детский сад. Ага, то есть, грубо говоря, ребенок выходит, то, что передвигаются скутеры, там, техника ездит, уже все адаптировались? Сами по себе. В целом, это безопасно? Безопасно абсолютно, да. Просто почувствуйте, то самое слово, которое можно повторять бесконечно, контраст. За моей спиной дом 43 этажа, который построился, ну, относительно недавно. При этом мы находимся во дворе, где дома есть двухэтажные, и есть дома классические, там, пяти-шестиэтажные. Когда мы начинаем строить дом, мы строим два этажа. Дело в том, что у нас большая семья, поэтому, если два этажа, это значит, всем хватает. Да, то есть, мы живем и на первом этаже, и на втором этаже, понимаете, да? Во-первых, во-вторых, жарко, да, значит, температура 20 градусов, да. Поэтому мы днем проведем время внизу. То есть, короче, первый этаж, бетон, он используется, как такая холодильная комната. Да, 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 да. Ну, поскольку эта семья более элитная, деньги поимели, поэтому они построили пятиэтажный дом. То есть, парень, получается, вот это, подходим ближе, вот этот дом уже такой элитный, правильно? Ну, и на фоне всех других, по нему чувствуется, что, как бы, здесь деньги есть. У них на первом этаже, смотрите, бизнес уже такой почище, поинтересней, но неплохо. А второе, третье, четвертое, это все для семьи. Да, даже эта семья зарабатывает денег, видите, они комнату в аренде сдают. А, то есть, это еще и вот так вот. То есть, ну, как вот ты думаешь, вот с этого бизнеса, вот сколько плюс-минус здесь вот, ну, зарабатывают люди? Вы, профессор, красоты или вообще? Ну, да, 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 но в целом, вот эти бизнеса, которые... Я думаю, смотри, пожалуйста, видите, здесь написано, менту, кня, му, ту. На нашем языке перевозка означает, принимать байки ночи. То есть, эта семья зарабатывает за то, что они принимают байки ночи. Короче, бизнес на всем постригся, на ночь можешь оставить мотоцикл, снять можешь комнату, пожить. И в комнате наверняка может быть 3-5 спальных мест. Я думаю, эта семья зарабатывает как минимум 800 долларов в месяц. 800 долларов, это хорошо или так себе? Это хорошее. Для этого района это прилично. Смотрите, по-живому идет вся движуха. Когда мы заходили, вы видели некоторые блюда, которые уже готовы. А здесь, вот мы прошли чуть дальше, условно кухня находится, ресторан. Все, курьер поехал, у него сзади супы, готовые домашние супы. А здесь, если вы подойдете ближе, то вы увидите следующую картину, как это, собственно, все готовится. Здесь варится суп, здесь готовятся лепешки из риса. Что самое интересное, друзья, но обратите внимание, в каких условиях это готовится. С одной стороны, мне кажется, что съев эту лепешечку, можно, я уж извиняюсь за выражение, обосраться. Но что скажешь ты, Лин, подойди, пожалуйста, поближе. Вот то, что так это делается, это не считается антисанитарией? То есть люди не травятся, там, я не знаю, живот не болят или бывает? Это нормально, у нас иммунитет, у нас сильный иммунитет. То, что мы подидаем супы с острыми спецами, это значит иммунитет, поэтому мы не отравимся абсолютно. Таким образом, у женщины здесь холодильник, это желтый, это холодильник оранжевый, там мясо, рыба, да? Да, холодильник, они хранят рыбу и мясо. А там вот идет, собственно, расфасовка, фасовка, курочку я вижу жареную там лежит. То есть по сути все домашнее, лепешка, рыба лежит, летают мухи, садятся. Ну, как говорит Лин, ну, пожалуйста, друзья, вот такие особенности. Больше тебе скажу, когда я ехал впервые в Азию и видел все это, я думал, ну все, таблетки. Я буду сидеть, ни разу я еще не отравился нигде, хотя как бы, ну, питаюсь и на рынках, и везде, то есть все в целом ок. Все есть, вообще абсолютно все. То есть ты по факту, живя здесь, за пределы можешь даже не выходить, ты ни в чем не нуждаешься. Детские игрушки, пожалуйста, одежда, пожалуйста, пища и так далее, все есть. Ну и наверняка где-то есть какой-то местный бар, куда могут прийти мужчины в конце рабочего дня, посидеть, поиграть, возможно, в настольные игры, съесть что-то вкусненькое. Сейчас мы дойдем и туда. После печи мужики собираются, если, ну, нормальные, пьют пиво, у нас пиво Анкора, Камбодия, Аккурт, Гануман и так далее. А где пьют? Вот здесь, в городе, сойдут? Возле своего дома. А играют во что-то, знаешь, в некоторых странах там очень популярны, нарды, где-то шашки, шахматы. Мы играем в шахматы. В шахматы. Да. Есть один минус в том, что попахивает периодически канализацией. Чувствуешь или ты уже ее не чувствуешь? Не чувствую ничего. Вот. Мне просто кажется, что местные жители уже просто привыкли настолько сильно к этому запаху, что уже как бы он в нос, как говорится, не бросается. Отмечаю, что по факту здесь все предприниматели. Пусть это там не какой-то там перспективный масштабный бизнес, но каждый занимается чем-то своим. Вот, например, я вышел, купил, там, у нее штаны, а, у нее прачечная. Постирал, у нее штаны. У другого купил еду, то есть деньги, они ходят, оборот, вот здесь, внутри. Ребята, как вы думаете, сколько это стоит домик? Вот этот дом? Да. Ну, смотри, вопрос хитрый, я могу тебе... Вот этот дом? Да. Я понимаю, что дом стоит там, условно, один доллар, но дорогая земля. Да. И поэтому кусок земли, в силу того, что мы находимся в центре... На этой земле можно построить 43 этажа дома. Ты мне расскажи, почему тогда не приходят местные застройщики и говорят, ребят, нахрена вам вот это все, когда мы вас можем переселить в новые дома высотные? Давайте мы у вас все выкупим, и вы из малой этажной вот этой застройки переедете там в более лучшем слое. Они не хотят, потому что здесь предки. Предки? Да. Ну, как предки, типа дедушка, бабушка жил или живут или как? Да, да, да. То есть ценят свои места, дорожат. Вот, видите, казалось бы, как здесь можно жить, а люди ценят, люди держатся за эти места и особо уезжать с них не хотят. На этом месте, если сейчас стоит высокий дом, раньше было болото, было пруд. А, пруд здесь был. А те, кто, допустим, владеют домами побольше, от которых эти, условно, доходные дома, они сами где живут? Сами, либо в этом домике, либо они полное создание варьё сдают, сами живут в каком маленьком домике. Понятно. Эти деньги покупают дорогую машину. Дорогую машину? Да. Казалось бы, да, ну, что можно сказать? Ну, можно сказать так грубо, нищета. Ну, можно. А с другой стороны, вы вдумайтесь, один квадратный метр непосредственно земли здесь стоит примерно полторы тысячи долларов. Земельный участок, на котором стоит дом, может стоить полмиллиона долларов. Это вот эконом-класса дом строится, в который могут переезжать местные вот из тех самых там бараков, маленьких домов и так далее. Вот особенность дома, что он по ширине плюс-минус 10 метров. В длину 20 метров, и здесь 12 этажей. За эту землю платили 250 тысяч долларов. Вот за тот участок получается. 10 на 12, ты сказал? Да, 10 на 20. На 20. Можно варьем сдавать иностранцам. Китайцам. Не, ну это одного человека такой кусок земли может быть? Конечно, одного человека. У тебя есть? У меня только в другом городе. А у родственников жены? Да. А у них вот тоже такой же домик? Да. И то есть теоретически они тоже могут? Они тоже могут. То есть по факту мы сейчас общаемся с Рублевым, как минимум, миллионером. Если ты это все продашь и приедешь в Россию, ну будешь это, в шубе в такое ходить. Шапку у тебя с этим. Мои деньги за мою учебу продали мою землю, так что я миллионером не стану. Ага, понятно. И вот стоим мы с вами в очень интересном месте, где по левой стороне от меня живут так называемые бедные люди, у кого доход может быть в месяц порядка 200 долларов. Все, что выше, уже хорошо. Средний класс понятия как таковое здесь отсутствует. Ну или, правильнее сказать, оно вот только-только зарождается. Так, например, наш герой Лин считает себя средним классом. Сколько он зарабатывает и на чем, в дальнейшем он расскажет. И дальше идет прям такая огромная пропасть и идут богатые. Как камбоджийцы, так и те самые приезжие, экспаты, как их еще называют, инвесторы и так далее. И вот как живут здесь богатые, что для них строят. Давайте сейчас я вам покажу отдельный блок, связанный с этой темой. А после мы вернемся к Лину и пойдем гулять с ним дальше. Там я в Камбодже, а тут я дома. Значит, сейчас у меня будет следующий блок про недвижимость. И прежде чем я вам его покажу, хочу дать развернутый комментарий. Друзья, сейчас вы увидите жилой комплекс, внимание, бизнес-класса, который строят китайцы. Управляющая компания там японская. И это очень круто. Сейчас посмотрите. Квартиры, которые вы увидите по цене 100 тысяч долларов за студию, 160 тысяч долларов за квартиру с одной спальней, 200-220 тысяч за квартиру с двумя спальнями. Как они выглядят, сейчас я вас проведу. Акцент, что я вам показываю не с призывом продайте ваше жилье и уезжайте жить в Камбодже. Нет. Мы вам показываем просто почувствуйте разницу, что такое по-настоящему бизнес-класс, что он в себе несет. Потому что цены, которые я озвучиваю, ну, например, в Москве и городах-миллионниках по нашей стране, чего-то толкового, похожего вы и близко не купите. Возможно, я ошибаюсь. Вот вы напишите в комментарии. Акцент, что вот эта информация очень хорошо заходит инвесторам. Всем тем, кто привык зарабатывать на покупки подешевле, на новострое, на котловане и продажа на выходе подороже или сдача в аренду. ЖК, который мы вам покажем, достроится в 2024 году. Смотрим. Сперва может показаться, как будто бы я залез в джунгли. Но обратите внимание, стоит эскалейт, ждет чего-то ребенка. На нем приехал водитель, потому что здесь международная школа. Время, конец рабочего и учебного дня. Люди отправляются забирать своих любимых детей. Как вы думаете, если у тебя есть возможность в Камбодже отправлять личного водителя, как вариант, на таком автобусе за своим ребенком, есть у тебя деньги? Именно о деньгах мы сейчас и поговорим. Ой, Олег, что ли? Олег, здорово! Дима, привет! Мы здесь с тобой так случайно встретились, а ты как здесь оказался? Ты меня здесь ждешь? Жду, хочу рассказать про наш новый проект. Это что, дом? Вау! Слушайте, друзья, мы находимся сейчас в Камбодже в центре даунтауна, правильно называется? Да, бизнес район. Самый центр бизнес района, BKK1 называется. Именно поэтому вы можете смотреть по сторонам, сейчас огромное количество роллс-ройсов, 200-ки, 300-ки, нафаршированные альфарды, короче, премиалка вся, а Bentley здесь есть все. Откуда деньги у людей? Слушай, страна очень быстро развивается за последнее время. Я тут был лет 6-7 назад, самое высокое здание, ну, по моим воспоминаниям, было этажей 5-10. Сейчас здесь город небоскребов. То есть Камбоджа это страна, которая дает прирост ВВП по 6-7% годовых последние 10 лет и явно не собирается сбавлять темпы. Это жилье бизнес-класса, комплекс называется Le Condé. В нем 32 этажа, он застраивается очень крупным китайским застройщиком, у которого есть огромное количество реализованных проектов в Китае и один реализованный проект в Камбодже. То есть, условно говоря, по местным меркам застройщик маленький, но это компания из 50-летней истории. Комплекс находится в самом центре деловой активности города. В центре я не придумываюсь, мы стоим на Старом Арбате. Покупая здесь, ты полная правособственность. То есть никак там где-то продлевать нужно здесь, это полностью твое. Какие льготы, прерогативы именно, давай так, для русских людей? Вот я купил себе здесь квартиру, что она мне дает? Ну, в первую очередь мы говорим, конечно, про доход, причем про доход в долларах США. То есть мы уже обсуждали то, что здесь страна долларизирована, то есть здесь свободное хождение долларов. Ты платишь за квартиру в долларах США и доход с аренды покупаешь в долларах. То есть основной продукт, который мы продаем, это доход в долларах США. А помимо этого, после приобретения квартиры здесь есть пути для того, чтобы открыть счет в местном банке и получить карту Visa MasterCard. Уже какое же большое преимущество. То есть тебе ежемесячно выплачивают дивиденды, ты их на карточку получаешь, в любой точке планеты их сразу же можешь расходовать. Купил хату, пошел, открыл счет, получил карту, сидишь дома, китаец снимает твою квартиру. Каждый месяц тебе исправно приходят денежки, ты можешь поехать по миру, если у тебя есть возможность посетить Европу, визы, ну и еще куда-либо. Пожалуйста. Но и в тот же момент везде развита система UnionPay. Ты имеешь полное право расплачиваться этой картой у себя дома, сделай себе только UnionPay, потому что в России UnionPay работает. Да. Олег, расскажи нам, пожалуйста, уже в деталях. Если это бизнес-класс, то что он в себе несет, как камбоджийский бизнес-класс сегодня выглядит? Смотри, на самом деле, наверное, на сегодняшний день в Камбодже это такой самый навороченный проект, где есть просто все. То есть вот с точки зрения как бы уровня жилья, это, наверное, самый топовый проект. Чем он отличается от других? То есть мы сейчас находимся в самом центре, но я думаю, вы уже тут вокруг погуляли, там понимаешь, это вот центр центра. А здесь, если начинать снизу вверх, будет самый крупный молл, располагающийся в этом микрорайоне. То есть как бы большое преимущество, то есть сразу же притяжение людей там и так далее. Шестиуровневая парковка. На нижних этажах в лобби располагается огромная библиотека и зона для каворкинга. На седьмом этаже спортивный развлекательный комплекс и беговая дорожка протяженностью 250 метров, которая идет через все здание. Да еще одна из больших таких фишек комплекса, который меня просто поразил. Вот мне когда архитектор этого комплекса про него рассказывал, говорил то, что в этом микрорайоне располагается очень много частных международных школ. Вот ты ходил вокруг, видел хоть одну детскую площадку? Ноль. Ноль. Мы на это делаем акцент, да. Да, да, да. Поэтому в этом комплексе решили подойти к вопросу радикально и выделили целый этаж под детскую зону. 800 квадратных метров детская площадка, на которой на постоянной основе будет работать няня. То есть ты можешь прийти, сдать своего ребенка, за ним посмотрят, развлекут, что ему-нибудь научат. Съездил в магазин, вернулся, ребеночка забрал. Да и сверху у нас есть большой парк и прогулочная зона. Также здесь в Камбодже есть очень прикольный формат, с которым я вообще ни в каких других странах не сталкивался. Помнишь, мы с тобой во Вьетнаме видели, во многих комплексах делают зоны для барбекю. А здесь из-за того, что пятно застройки у комплексов очень высокое, во дворе зону для барбекю сделать нельзя. Поэтому на верхних этажах сделается общественная кухня, которую ты можешь бесплатно арендовать. Ну, платишь какие-то копейки за уборку, там 20 долларов за несколько часов аренды. У тебя полностью оборудованная кухня, терраса, там зона для барбекю. Все это как жильцы комплекса могут пользоваться. И, наконец, крыша, полностью огромный парк, инфинити пул и скай-бар. Ребята, вот это просто, я всегда восхищаюсь, вот именно с таких загородных, зарубежных, я бы сказал, комплексов. Потому что это действительно интересно продумано. То есть, смотрите, ты приезжаешь, опять же, парковочное место сколько? Они говорят, без проблем, аренда парковочного места 40-50 долларов за машину. Совершенно вверх, месяц. Да, а байка, если у меня там, ну, 20-30, то есть плюс-минус такие цифры, то есть доступно. Крыша, полноценный ресторан с видами, где ты можешь отдохнуть, провести время. Это шикарно. Объясню почему. Я уже как отец начинаю многие детали понимать. Допустим, мы здесь гуляем, прикольно, есть места, где можно пройти с коляской, а места, где с коляской пройти невозможно. А, соответственно, раз ребенок родился, вот тебе целый этаж прогулочный. То есть, выйти, чтобы ребенок там, да, подышал воздухом, не знаю, повалялся в коляске, поспал. Ну, почему нет? То есть, все сделано, то, что здесь, сделано еще на открытом, что оно проветривается постоянно. Это не такой стоячий воздух. Это очень круто. А вот сейчас интересный комментарий. Управляющая компания здесь из Японии. Почему? Японцы, говорят, очень педантичны. И это говорит о том, что жилой комплекс будет весь блестеть, порядок там будет на высшем уровне. Возникает вопрос. Бассейны, общественные пространства, фитнес-центр. А кто же за это все будет платить? Вот вдумайтесь, как сделан подход. Покупая квартиру, ты покупаешь готовое предложение. Условно, ты будешь платить там 50-100 долларов за это жилье. Регулярно. Вариант такой, что ты приходишь и говоришь, ой, а я бассейном не пользуюсь. Ребенка у меня нет, в детскую комнату он не ходит. Фитнес-центром я не пользуюсь. На основании этого давайте-ка вычитайте мне из платежки все эти услуги. Буду платить в два раза меньше. Нет, ты покупаешь, ты исправно платишь и никого уже условно не волнует, пользуешься ты этим или нет. И вот по мне это очень круто, потому что в силу того, что большой ЖК, много людей, всем все хватает. Им не нужно будет в дальнейшем продавать абонементы кому-то с улицы, чтобы этот фитнес-центр жил. Все пользуются, наслаждаются здоровьем. Почему-то у нас так никогда нигде не делают. Почему не принимают эту практику? Вот следующий ролик в следующее воскресенье, там будет жилой комплекс по 24 этажа в корпусах. Короче, целый город построили. И говорят, ни в одном доме не предусмотрели коммерческое помещение большое по площади для фитнес-центра. Вот кафешки типа шаурма, кофе с собой, такие маленькие забегаловки, это пожалуйста. А вот чего-то более значимого для здоровья нет. Значит, давайте дальше пойдем по нарастающей, смотрим самое доступное жилье по площади в этом жилом комплексе. Площадь, обратите внимание, порядка 28 квадратных метров. Ценник, в первую очередь я назову, 136 тысяч долларов максимально. Но его можно сбить до 100 тысяч долларов. Как, что, почему, расскажем позже, пойдемте смотреть. В первую очередь, этот жилой комплекс нафарширован, потому что это некая коллаборация еще с Xiaomi. Вход, да? Когда вы приходите, все у вас на замках электронных, то есть какой-либо ключ привычный нам мы не носим. Ну и также есть различные фишки, когда мы, например, уходим, закрываем дверь, автоматически выключается везде свет. Голосом можно управлять в каждой квартире стоит вот такая станция. То есть ты пришел, там, открой мне шторы, закрой шторы, включи звук, включи, там, телевизор, кондиционер. Все работает, управляется именно так. Вот такая небольшая кухня нас встречает. Это некий номер, который можно сдавать, например, посуточно. В первую очередь мы вам показываем это жилье с точки зрения инвестиций, что ты сюда вложил денег, потом ты продал ее через год, после как построились, через 5 лет, тут уже решите сами. Ну и вот, собственно, такая комната. Диванчик, где посидеть, полноценно спальное место, рабочая зона-зона для того, чтобы накраситься в ресторанчик и балкон. Подчеркиваю, что мы находимся сейчас в шоу-руме и, соответственно, когда дом построится, вы будете, условно, на шестом этаже. И что интересно, что в цену входит сразу все, что вы видите, за исключением. Сейчас расскажу. Например, кровать, белье, телевизор, кондиционер, мы уточняли, все в цене. Но вот про такие элементы декора, как дерево, их может не быть. Вместо них будет такая же стена, как с левой стороны, просто белая. Короче, все индивидуально, потому что мы спрашиваем, насколько, например, будет стоить так же сделать, прям как тут. Говорят, надо разговаривать. Вполне возможно, что вы будете очень культурно и вежливы, и мы вам это просто-напросто подарим. Ну и точно так же санузел, само собой, пришел. Он, в принципе, большой, обратите внимание. Раковина, зеркало, унитаз, душ, что еще нужно? Вот еще раз хочу сделать на этом акцент. Вот почему мы работаем с разными рынками в разных странах? Кто-то гонится за ростом капитализации, кто-то за стабильным доходом. Вот это про стабильный доход. То есть я думаю, что, конечно, здесь какой-то рост, прирост капитализации будет, но это там 3-4% в год. То есть здесь каких-то резких скачков не ожидается. Это та история про то, что ты положил 100 тысяч долларов и имеешь 10% годовых на горизонте 5-10 лет. Вот скажи мне в цифрах, сколько чистыми я могу забирать себе? Ну, чистыми 8% будет выходить. Это 800 долларов или сколько? В месяц, да. Даже на самом деле побольше, потому что мы-то, если берем вот студию 100 тысяч долларов, это со всеми скидками. Реально публичная цена, паблик прайс, по которому сейчас продается эта студия, это где-то порядка 130. То есть у тебя вот эти 8% они от 130 будут. То есть, грубо говоря, ну, там на 1000 долларов в месяц можно будет рассчитывать спокойно. У комплекса подписан контракт с управляющей компанией Hope 3. Это очень старая, известная японская управляющая компания, которая, помимо всего прочего, специализируется на работе с корпоративными клиентами. То есть вот мы здесь обсуждали то, что огромное количество экспатов, нехватка качественного жилья. И вот тут прям пазл сходится. Вот мне вот очень проект это нравится, потому что все вот одно другое подтверждает. То есть мы находимся в районе, где хотят жить экспаты. Это самый навороченный комплекс, какой только в этом районе есть. И у него управляющая компания, работающая с корпоративными клиентами. То есть с точки зрения аренды, ну, все вопросы закрыты. Не надо будет бегать там по рынку и искать, кому свою квартиру сдать. Дальше нас встречает квартира с дополнительно одной спальней. Значит, я назову цифру. Порядка 160 тысяч долларов за нее. Заходим. Она здесь уже по вместительной, начиная прям с самого входа. Вы заходите. Полноценно прихожая, можно ее так назвать. Столовая зона. Присели, покушали. За моей спиной нас встречают. Такой уголочек, где уже кухня. И уже идет полноценный холодильник. Подчеркиваю, что в ценник входит микроволновка, холодильник, раковина. Все, что вы видите, все это дело есть. И в этом деле, конечно, жирный плюс, что все те люди, кто покупает квартиры с так называемой готовой отделкой. Но если тебя устроило вот такое качество, вот такой ремонт, то ты пришел, все, ты начинаешь жить. То есть меньше будет шума на выходе, когда все начинают заселяться, никто не будет долбить перфоратором. Опять же, это большой вопрос, что здесь будет происходить. У нас он мало волнует, так как, подчеркиваю, мы рассматриваем не просто на постоянку проживать, а именно денег заработать. Большой санузел первый. То есть он по ощущениям уже чувствуется, что он больше. И он, самое главное, еще сквозной. То есть мы из этого санузла можем зайти, например, в ту самую первую комнату, она же спальня. Как вам? Кондиционер работает, довольно-таки все современно и уютно обставлено. На самом деле, везде делают акцент на то, что это не эконом, естественно, класс, а бизнес-класс. Сейчас объясню, почему. Вот этот балкон, если вы посмотрите, он узенький. По факту он будет такой же большой, как в другой комнате. Просто подчеркиваю, мы находимся в шоу-руме, поэтому здесь чуть-чуть сжатое пространство. Вот иди сейчас, пожалуйста, покажи. У меня оператор вьетнамец, он вообще ничего не понимает по-русски, а я ему всегда говорю по-русски с мыслью на то, что он меня прекрасно понимает и каким-то образом он меня понимает. Шарфики-то-то различные. Гуччи, Бербери, чемоданчики. Ну, в общем, знаете, так вот все сделано, что ты пришел, у тебя вот там коробочка часики от Луи Виттон и так далее. В ванне вы можете встретить туалетные принадлежности от Эрме, французский бренд. Все это стоит дорого, ну, собственно. А здесь, ребята, и живут люди богатые. То есть вы зарабатывать будете не на бедняках, уж так я и скажу своими словами, а на богатеях, кто приехал по бизнесу, кто лоханулся и не успел купить квартиру вперед вас. Большой балкон. У всех абсолютно выведены машинки стиральные на балкон. Тут ты стираешь и все, что с этим связано. С другой стороны, у тебя все для спорта, даже для домашней зарядки. Вот, допустим, студия. Нам говорят, что стоит 136 тысяч. Это максимальная цена. Можно купить минимально за 100. Можно купить за 118, если ты выберешь гарантированный доход. Ну, тут как это работает вообще? Ну, смотри, тут есть несколько моментов. То, что в комплексе есть программа гарантированного возврата инвестиций в течение трех лет по 8% годовых. Если от нее отказаться, то сразу же получаешь скидку 18%. Помимо этого, для наших клиентов до конца июня действует дополнительная скидка в размере 12% за объем. Ну, потому что мы опять много квартир покупаем. Вот на этом хочу акцент даже сделать. То есть непосредственно ваше участие, ваша команда, хомэп. Некоторые говорят, а зачем нужны русские? То есть вы пришли и договорились на дополнительную скидку 12%. Совершенно верно. Не было бы тебя, условно, как представителя компании. Прихожу сюда я, я покупаю то же самое, но плюс 12%. Я думаю, что проценты 3-4 смог бы ты выбить. Дополнительно. Дополнительно, да. У нас все равно бы 12%. Квартира с двумя спальнями. Обычно кажется, что надо покупать, что наиболее доступно. И чаще всего люди отдают предпочтение квартиры, которые дешевле всего. Типа, 100 тысяч долларов, это доступнее цена. По факту в ряде стран нужно в этом разбираться. То есть объясняют. Смотри, здесь вокруг практически нет дворов, где стоят детские площадки, где дети могут наслаждаться там вечером, куда их можно отвезти. А в этом доме целый этаж, как мы вам рассказали, напоминаю, сделан под детей и прочее. Соответственно, здесь будет огромное количество жить людей с детьми, с семьями. Соответственно, люди приезжают с детьми, они хотят для них все самое лучшее. Особенно те, у кого есть деньги. Поэтому они будут выбирать варианты 2 комнаты и более. В этом жилом комплексе есть квартиры с тремя спальнями. Ну, как говорят, они уже практически все распроданы. Если вдруг кто-то захочет, вы, конечно, уточните. Но вот двушки, говорят, еще остались, поэтому их смело можно показывать. Заходим, привычный нам коридорчик. Даже я вот чем-то напоминаю, он мне мою квартиру в Москве. Первым делом нас встречает санузел. На нем уже даже не останавливаемся, уже понятно. Ну и, соответственно, тут мы попадаем уже в 2 комнаты. Ну, предположим, что это будет детская. Вот такие квартиры будут расположены на 16, 17, 18 этаже, то есть высоко. Именно поэтому здесь сделаны панорамные окна, которые будут в тему. Ты открыл, никто на тебя на этой высоте не смотрит. Весь город у тебя на ладони, красотища. Закрыть все можно с кнопочки «Голосовые помощники». Ну и, соответственно, в каждой комнате установлен кондиционер. Таким образом, ты приходишь здесь комфортно. Уютненько, в принципе, суперкомната. Подчеркну, иногда мне кажется, что в бизнес-классе они должны быть больше. Ну, раз так строят, значит, этого, наверное, иностранцам тем же хватает. Вторая комната – это ваша комната. То есть здесь есть у нас полноценный санузел для вас. Вот он вас точно удивит. Подчеркиваю, обратите внимание на панораму. И самый прикол в том, что вот, да, опять же, там, кто там у нас? Арманий стоит, что ли, и прочее. Вот такой санузел, ты глянь, представь, в туалет ты пошел, да? Ну, у всех бывает. Присаживаешься и смотришь на столицу Камбоджи – Пнумпень. Ну, вот такое я вижу впервые. Именно поэтому я и говорю, что, ну, прикольно посмотреть. Каждая страна, куда я приезжал. Мне вот нравится делать подобные обзоры, заходить, потому что, ну, это жизнь. Я вот просто представляю, так, ага, была у меня такая квартира. Я сюда приехал, как бы и что, куда я бы себе поставил, что бы я поменял бы, возможно. Идем с вами в зал. Зона отдыха, тот же самый балкончик. Именно поэтому вот эта квартира для семей, с точки зрения той же самой аренды, будет востребована. У меня просто возникает логический вопрос. Вот расскажи мне, в чем вообще экономическая привлекательность Камбоджи? Почему сюда поехали китайцы? Почему сюда едут европейцы? Почему они хотят сюда вкладывать деньги? На чем они здесь в дальнейшем зарабатывают? Чем она так хороша, эта Камбоджа? Ну, смотри, на самом деле, как бы, тут вопрос в том, что даже не 20 лет назад были джунгли. Здесь 6 лет назад было, ну, совсем не то, что мы видим сейчас. А Камбоджа разработала законодательство очень открытое и дружелюбное для иностранных инвестиций. То есть здесь иностранные инвестиции защищены на уровне законодательства. У тебя что бы ты ни сделал, если ты вложил сюда деньги, и у тебя не имеют права их отнять. Это раз, первое преимущество. Второе, то, что уже говорил, здесь свободное хождение долларов, тоже удобно с точки зрения работы. А третье, то, что здесь практически отсутствует такое понятие, как валютный контроль. То есть ты сюда спокойно вводишь деньги, выводишь, никаких вопросов тебе не задают. Вот извиняюсь, это для всех стран мира в том числе. В том числе для граждан России. Свободный валютный контроль. Такие, а, ну для наших граждан, ребята, весь мир сюда привозят деньги, и вот можете видеть. Так, дальше. Совершенно верно, да. И это, конечно, в первую очередь нравится очень большим и влиятельным соседям, то есть Китаю. Потому что вообще исторически большинство соседей Китая, китайцев недолюбливают, потому что боятся. Камбоджинцы, наоборот, для них полностью открыты. И большая часть иностранных инвестиций, которые сюда идут, они идут именно из Китая. То есть, я не знаю, может, ты обратил уже внимание здесь. У меня такое ощущение, что здесь китайских вывесок больше, чем на кмерзком языке. Ну, или очень близко к этому. Преимущественно здесь вкладываются в три направления. Это сельское хозяйство, текстильная промышленность и, на самом деле, строительство и недвижимость в последнее время. Перебежали мы дорожку. Слушай, ну, на самом деле, знаешь, что еще интересно? Мне нравится получать такой опыт, когда в чужих странах смотришь, как строят. Вот, смотрите, в силу того, что плотная застройка, мы находимся в центре, как сделан вход на работу. То есть, ты приходишь, прикладываешь карточку. Посмотрите, пожалуйста, подойди, пожалуйста, поближе. Покажи, как чисто при входе. То есть, нет никакого мусора, ничего не навалено, ни земля, ничего. То есть, чувствуется, что уровень совсем другой. Ну, так строят китайцы, друзья. То есть, судя по всему, контроль здесь полноценный ведут непосредственно они, правильно? Конечно, да. Здесь полностью и девелопер, и строительная компания, это китайские конторы очень крупные. Сколько стоит содержание? Вот смотри, купил ты все, пожалуйста, квартира стала твоя. Сколько нужно платить в месяц примерно коммуналку? Вот такие вещи. Ну, коммуналка будет выходить порядка 100-150 долларов, наверное, в среднем на квартиру. Здесь, в Камбодже, присутствует налог на владение и недвижимость, но он составляет 0,1% от стоимости. Ну, то есть, как бы формальные копейки абсолютно. Вот. Ну, и в целом, конечно, мы говорим исключительно про арендную историю. То есть, вряд ли кто-то из наших клиентов собирается в этом комплексе жить. Поэтому это идет все под сдачу. Соответственно, ну, все оплачивать будет именно жилец уже. Здесь, как бы, рынок про то, что можно спокойно зарабатывать 8-10% годовых в долларах с аренды. Причем, на самом деле, если сейчас покупать квартиру, уже готовую, полностью в построенном доме и начинать ее сдавать, ты будешь иметь 7% годовых. То есть, ничего ждать не надо. Соответственно, так как здесь мы входим на этапе строительства, доход может быть выше. С точки зрения, что выбрать, с гарантированной программой инвестиций или нет, должен решать инвестор. Я бы выбирал без. Потому что, очевидно, ну, для меня, вот, я уже очень хорошо изучил и в Нампене, и именно этот район, этот комплекс. На всем районе BKK-1, в котором мы сейчас находимся, всего есть 6 комплексов, которых можно купить квартиру и сдавать ее. Всего 6. Этот будет самого высокого уровня, причем разница в цене там минимальная. Буквально 5-10% стоимости квадратного метра. Поэтому спрос здесь на аренду, безусловно, будет. Управляющая компания здесь крупная. Поэтому я бы брал максимальную скидку и отдавал квартиру в управляющую компанию. А вот это довольно-таки интересная информация, чуть больше ее раскрою. Вот я вам показываю город. Некоторые из домов, там, так называемые кондо, в них квартиру купить можно. А есть дома, где застройщик получает специализированную лицензию и не имеет права эти квартиры продавать. Спросите, зачем? А в силу того, что спрос на аренду высокий, им выгоднее за свой счет построить дом и в дальнейшем исключительно зарабатывать на аренде. Посуточно, помесячно, исключительно на аренде. Подобные ЖК я впервые увидел в жизни в Москве, вот как раз в районе Зиларта, где мы совсем недавно снимали. ЖК Парк Легенд, вот у них как раз такой, так называемый, доходный дом, где ты купить не можешь, а снимать можешь. Олег, и давай завершающим этапом здесь, на всякий случай, поговорим про рассрочку. В силу того, что уже год, получается, даже чуть меньше остается сдачи, но, тем не менее, чуть больше, да. Ну, для того, чтобы забронировать квартиру, надо заплатить 5 тысяч долларов. После этого в течение двух недель нужно внести 30% от стоимости. Дальше 60% растянуты на год до завершения строительства и 10% при получении ключей. Если клиент хочет внести всю сумму сразу, это возможно, за это будет дополнительная скидка 1%. Работа приносит удовольствие, но работы мы действительно много. Друзья, смотрите, зашли в интересное место, это местный бар-пивоварня. У тебя как называется? Вайсбир, пшеничная. А у меня нечто какое-то темное пиво, наподобие Гиннеса, ну попробуем, посмотрим. Ну, давай поглоточку, и потом тебе вопросик интересный задам. Очень неплохо. Вот в жару, мне кажется, плохого пива не бывает. Это да. Просто шикарно, на улице 32-35 градусов, это просто ужас. Плюс, что за история с принцессой? Делают акцент, что именно в этом комплексе, на рекламе наружной, используют ее изображение с точки зрения того, что она тут чуть ли не свою гарантию дает, что это хороший комплекс. Да, здесь действительно принцесса камбоджийская, она бренд-амбассадор этого комплекса. Ну, и, конечно, надо понимать, что это в первую очередь маркетинговая фишка, безусловно. Но, с другой стороны, наверное, это такое лишнее подкрепление статуса. То есть, если у тебя как бы уж принцесса бренд-амбассадор, то как минимум он точно должен достроиться. Ну, хотя, на самом деле, каких-то сомнений с точки зрения строительства здесь абсолютно нет. Потому что, ну, мы видим, стройка идет, а застройщик очень крупный, поэтому оно и так достроится. Но мы, наверное, с тобой уже в предыдущих видео обсуждали. Все азиаты, они очень любят бренды, статус там и так далее. Когда ты живешь в одном доме с принцессой, это ого-го. Вот, но опять же таки, земля здесь очень дорогая. То есть, вот в этом районе, где мы сейчас находимся, здесь стоимость квадратного метра порядка 8 тысяч долларов. Если мы перейдем через улицу, там будет 4, в два раза дешевле. То есть, здесь как бы, здесь очень дорого. Мы были в каком-то бедном районе, там полторы тысячи называли, ориентировочно. Но опять же, люди могут ошибаться, потому что, подчеркиваю, полторы тысячи это было вчера. Может, там люди и не знают, что у них земля уже по 4 косаря стоит за метр. Ну, опять же таки, смотри, вот даже вот ты говоришь, бедный район полторы тысячи. Давайте переведем в сотки. 150 тысяч долларов за сотку. Ого-го-го, вообще-то. А у них, у некоторых там по 6 соток, правильно, или по 3 сотки в собственности? Ну, по-разному бывает. Здесь в основном все участки, вот эти городские, с малоэтажной, они порядка 2-3 сотки такого плана размера. В этом и сложность. То, что сложно тебе договориться одновременно с 10 владельцами маленьких участков, чтобы они одновременно были готовы это все продать, и чтобы там можно было что-то большое построить. Действительно, таких участков практически не осталось. Таким образом, у нас с вами получился шикарнейший блок 30-минутный про инвестиционную недвижимость в Камбодже. Вы увидели лучший объект в бизнес-центре. Если вдруг вы интересуетесь инвестицией, я думаю, все ответы на ваши потенциальные вопросы вы уже услышали. Но если вдруг нет, то, естественно, в описании вас ждет ссылочка, переходя по которой вы оставляете заявку. С вами связывается грамотный консультант и еще раз на все вопросы вам отвечает. Если вдруг не Камбоджа, а какая-то другая страна из Азии, мы много про что уже снимали, пожалуйста, консультируйтесь, слушайте, что вам предложат, находите наиболее оптимальный вариант для себя. В Москве у компании HomeApp огромный офис на 300 плюс человек, куда вы можете прийти, увидеть все воочию. Собственно, сделка происходит путем того, что вам вылетать куда-либо не нужно. Люди вам поэтапно все расскажут, как оформляется договор, как бронируется квартира. Все ваши вопросы получат в разумительный ответ. Поэтому здесь мы смело подводим черту и отправляемся дальше. В следующем блоке мы продолжим общение с Лином. И я хочу задать вам просто ряд жизненных вопросов. Чем он занимается, как проходит его быт и, собственно, быт камбоджийцам. Насколько я знаю, в Нампене население на сегодняшний день порядка 3 миллионов человек. Да, правильно. И из них 500 тысяч – это китайцы. Денег они вам привозят сюда нормально в экономику, правильно? Дети учатся три языка – родной, английский и китайский. А ты мне скажи, пожалуйста, вот нет такого, что, например, ой, ну китайцы условно мигранты для вашей страны. Ой, зачем они здесь нужны, вот их сейчас здесь станет много. Как правило, местные не ходят. Даже 500 метров они не ходят. Да, это вы любите ходить, 10 километров в день на работу. Тот самый двор, по которому мы с вами передвигаемся. И вот, когда ты переходишь дорогу, пойдем, пойдем покажу. Ты заходишь. Во-первых, у тебя на входе встречает тебя уже секьюрити, парковка для байков. И самый прикол в том, что ты переходишь уже совсем другой уровень жизни. И его не сказать, да, что это топ, но по сравнению с тем, что за нашей спиной, уже по-другому. У тебя здесь есть бассейн. Здесь живут иностранцы, видите, сидит дамочка, белая, иностранка. Вот, вроде она работает на кого-то, может быть, в местной организации. И она занимает дом. Как думаешь, сколько здесь стоит жилье? Я думаю, как минимум 500 долларов на месяц. Собственно, именно вот такое будущее ждет Камбоджу, как минимум Плампень, с точки зрения того, что в ближайшие годы все это будет выкупаться, выкупаться, выкупаться. Но только новые квартиры будут стоить все дороже, дороже и дороже. Потому что люди тоже не дураки. И продавать свою землю они хотят как можно дороже. Что, собственно, многие и делают. Каким образом так получается, что очень много дорогих машин? Потому что, если мы посмотрим, Land Cruiser 200-е, 300-е. Очень сильно любят вот такие автомобили. Вот я даже не знаю, как в нашей стране встречаются, там, я не знаю, Приоры, Отечественные, Весты. Вот примерно так же, да, по регионам, если поехать особенно, они на каждом углу. Вот здесь, на каждом углу такие Лексусы. 570-й и Land Cruiser 200-300. Вот эти здоровые машины очень сильно любят. Короче, Камбоджа это весело, потому что сначала снимать нельзя, но потом можно, потому что культурно просто спросили у шефа. Значит, смотрите, мы заходим в автосалон, друзья, в Камбодже. Как вам, смотри. Лексус 570-й, порядка 330 тысяч долларов. Покажи, пожалуйста, шоу, this car. Гелик новый, порядка 480 тысяч долларов. И это все абсолютно новые машины. Если мы посмотрим дальше, то нас встречает просто изобилие лакшери-каров. Вот он тебе, пожалуйста. Гелендваген, подготовленный для того, чтобы кататься где-то по бездорожью. Лексусы, Land Cruiser 300-200-е, Range Rover'ы новые, Defender'ы новые, новые Rolls-Royce, Кулейман, которых на самом деле здесь в городе огромное количество машин, огромнейшее. Я серьезно говорю, в Москве я не встречал такого количества этих тачек. Ferrari, все это стоит здесь не как экспонаты из серии «Приезжайте, туристы дорогие, смотрите». И как нам говорят, многие машины покупают не только иностранцы, а именно местные камбоджийцы. Вот это меня, конечно, шокирует с точки зрения того, что кто-то живет на 150-200 баксов, ну а кто-то покупает себе вот такой Rolls-Royce, он сказал, что он стоит порядка 1 миллион 200 тысяч долларов. Как вам такое? Я даже его открывать не буду, потому что машина серьезная, и показывать ее вам нет смысла, но это здесь все есть. Поэтому я, честно говоря, нахожусь в диком шоке, в приятном шоке. Это же все дорогие машины. Вот ты себе тоже хочешь машину? Какую? Мечтаю. Какую? Хотя бы Toyota Camry. Toyota Camry, но сейчас у тебя машины нету? Нет машины. Соответственно, как это вообще? Вот ты мне объясни, кто-то живет на 150-200 долларов, а ты говоришь, при этом местные камбоджийцы есть очень богатые, их достаточно много. Скорее всего, они продают свою землю дорого, да, и себе позволяют покупать дорогие машины. Короче, я понимаю, что человек может продать землю часто так дорого, купить себе какой-то небольшой домик где-то подальше, но при этом вместе дорогую крутую тачку. Ведь тачка это круто, да? И хочу вот, таймер расскажу. Дело в том, что у нас такая традиция, что за невесту надо платить, то есть колену. Поэтому, если у тебя дома машина стоит, значит, за твоей дочкой платить много. Ага, вот так вот. Понятно, ребята. Пойдемте, пройдемся. Иди, пожалуйста, сюда, смотри просто. Пацаны, вы посмотрите, мы находимся в Камбодже, в Мумпень. Ну, это столица. Вы гляньте просто, какие здесь автомобили представлены. В городе такое можно встретить в реале? Очень редко. Редко. Ну, это потому что больше за город, да, такие машины берут. Но все остальные, Ford, Raptor и так далее, полно, друзья, полно. То есть люди активно покупают. Это машины здесь есть как новые, там, 22-го года. Так есть, например, машины и с пробегом в 2014-го. То есть автосалон, вы понимаете, он продает как новые тачки, так и с пробегом. Иди ближе, смотрите. Гелик. Вы такой Гелик когда-нибудь встречали? Трехдверочка, Брабус, а? Ты глянь. 2020-го года. А, это, подожди, это Сузуки Джимни. Правильно? Это же не Гелик, он Сузуки Джимни. А, во как сделали. Смотри, Сузуки Джимни, Брабус повесили, типа, обвесы под Гелик. Ну, вообще прикольно. BMW 7-й серии, 740-я, 2022-го года выпуска. Цена в долларах 180 тысяч. Хочу сразу сказать, что мы, естественно, здесь ни о чем не торгуемся. Мы просто спрашиваем, нам тут, тут же сходу отвечают. Возможно, поторговаться отдадут дешевле, еще что-либо. Это отдельная история. Сам смысл в том, что, как нам говорят, подавляющее большинство дорогих автомобилей здесь покупают именно местные. Вот здесь живут те самые китайцы, европейцы, англичане, потому что вот этот высотный жилой комплекс, собственно, для них и построен. На первых этажах могут быть полноценные торговые центры, каворкинг-центры и все, что с этим связано. То есть, это не просто дом, это многофункциональное место. Рестораны видовые, где обслуживание будет на высшем уровне, с вами будет действительно приятно общаться. Здесь, как говорит Лин, Госдума, Госдума, местная Госдума. Пожалуйста. Лин, вот иди, пожалуйста, сюда. Правительственное здание, то есть такая уже центральная улица получается. Как ты считаешь, круто, что Камбоджа меняется вот в такую застройку? Или лучше, чтобы оставляли малоэтажное строительство, но уютненько? Мне, конечно, лучше, что Камбоджа строят высокие дома. Мы очень рады к этому. Находясь в Камбодже и общаясь с Лином, я отчетливо почувствовал, что нахожусь во вчерашнем дне в России. А именно, вот когда был у нас этот этап, что началась массовая застройка новостройками, все это растет, растет, люди покупают, рассказывают, что вот он, новый уровень жизни. Все скупается. Если мы говорим про Москву и города, миллионники по нашей стране. Земля тоже дорогая. И все это происходит сейчас активно здесь, в Азии. Именно поэтому мы говорим о том, что вот сюда приезжая, ты оказываешься во вчерашнем дне, где еще есть какие-то возможности взять тот же самый инвест в недвижку. Вот они, птички продаются. Ну, по внешнему виду, как воробьи, но приглядевшись ближе, я понимаю, что это, в принципе, наверное, не воробьи. А может, и воробьи. Не понимать, не понимать. Смысл в чем? У них есть такое понимание религиозное, как нам объяснили, что оплатил, отпустил, птичка улетела, грехов стало меньше. Собственно, и мы это сделаем. Мампон. Лин, будь добр. Давай-ка сейчас мы с тобой купим птичку одну. Я правильно сказал то, что получается, мы отпускаем ее и грехов становится меньше. Конечно. Ну, давай, покупаем. Мы уже денежку передали. Друзья, это, короче, от нашего канала, от всех нас давайте одного запустим, а даже двух. От жены, от семьи и от канала. Все, вот так будет честнее. Я могу выпустить? Да. Давай, братишка. Сначала желание заказываем. Загадывай. Пусть грехи уходят, и только хорошие пожелания приходят. Давай, вперед, родной. Пошел. Это от нас, от канала. Все, друзья, у вас вообще все будет шикарно. Он пошел работать. Это река Меконг. Правильно? Да, правильно. Меконг – это самая длинная река в Вадико-Корстной Азии. Она начинается из Тибета-Китая. Именно поэтому, когда снег тает на корах Тибета, вода по Меконг попадает в Камбожию. И то, что в Камбожии находится самое большое пресноводное море, называется Толесад. Как раз озеро затапливает и топит большую часть Камбожии. Благодаря чему крестьяне могут снимать урожай риса несколько раз, даже три раза в год. Потому что рис растет за 100 дней, за 120 дней максимум. Но и рис не бит в воду, правильно? Помните крокодилы? Вот это, короче, был один из первых вопросов, которые я у него спросил. Смотрите, мы находимся в городе. Можно уехать за город, где деревня и так далее. Я у Лилина спрашиваю, говорю, слушай, ну бывает такое, что крокодил может прийти? Он говорит, ну если ты живешь возле воды, да. То есть вода поднимается, приходят крокодилы, и крокодил может укусить. Как правильно, мы ищем. Они ищут, то есть они охотятся на крокодилов. Ну, короче, смысл заключается в том, что, например, живя возле воды, вы можете пойти, реально может прийти крокодил, который вас укусит, ну простыми словами, откусит ногу. А еще, сейчас покажем вам другой кадр. За моей спиной, вот примерно так, я тебе честно скажу, представлял Камбоджу. То есть смотри, мост, да, идет там, набережная, мусор валяется, и дети купаются. Ну потому что по фильмам там и по представлениям бывает описывают так. И что самое страшное, друзья, если бы мы сейчас находились не в городе, а где-то вот за городом, где идет речка, когда вода поднимается с приходом крокодилов, нередки случаи были, когда детей съедали крокодилы. Да. И то есть для того, чтобы вы увидели крокодила, ты должен стоять, смотреть, потому что его видно, как он плывет. То есть ушки, глазки и так далее. Вот сами по себе дети, родители не переживают за своих детей, что вот они так вот плавают? Нет, абсолютно не переживают. Вот хочу вам сказать, эти крокодилы часто выходят из крокодилфирмы, поэтому они привыкают к людям, поэтому редко они на нам нападают. Короче, Лин говорит еще так, что крокодилы типа становятся как бы домашними, потому что они привыкли, что их кормят постоянно. Но тем не менее, задавая вопрос, что делать, если вдруг, не дай бог, я или вы приехали в Камбоджу, оказались где-то в джунглях у друзей на даче и выйдя вечером на улицу, увидели крокодила, самый правильный способ это бежать как можно дальше, как можно быстрее. Но точно не орать на него, не пытаться бить палкой. На данный момент мы находимся на одной из самых широких улиц и называется она Русский бульвар. Даже точнее, бульвар Российской Федерации. По левой стороне за нашей спиной идут правительственные здания в вашей стране, Министерство обороны, что еще там? И многие другие. И многие другие. Расскажи, пожалуйста, как так в Камбодже на одной из центральных улиц, таких широких, она и носит такое громкое название? Мы очень уважаем себя в Казахстане, Россию в целом. А в связи с чем? Расскажи подробности, историю. Помните, когда в Камбодже был режим кинастида, существенного народа во время управления Польпота, 75-го по 79-й год, люди умерли от истошения, пытки, голода, потому что политика Польпота плохая была, убивала людей. Именно поэтому в Камбодже, 75-го года, СССР помогал нам победить войну с Красными Верами. Поэтому мы очень рады. В нашем правительстве работают бывшие выпускники, которые закончили в СССР. Например, министр по финансу закончил в МГМУ, министр по образованию тоже в МГМУ, министр по связи и коммуникации в Тайан-Роке, например. Или самый главный архитект в стране закончили в Патрисном углу. Покажу вам кадры, что построил архитектор, по проекту которого здания действительно очень сильно пересекаются с нашими. Тем временем мы решили сделать питстоп, потому что время подходит к обеду. Лин, расскажи, пожалуйста, мы пришли в европейскую кафешку, потому что в целом азиатскую кухню мы уже пробовали всеразличную. Но ты нам расскажи, для местного жителя, что является деликатесом из серии «вкусненькое», что ешь нечасто. Мы на праздники можем сделать, условно, салат оливье, курочку запечь. Друзья, как пример, что у вас такое прямо самый вау? Ага, самый вау, да? Самый-самый вау – это когда мы жарим теленки, например. Теленка? Да. О, а такие, например, вещи, как морские деликатесы, там, лобстеры, креветки, какая-то рыба может быть определенная. Ну да, это когда мы отдыхаем на море, да. А когда мы идем на свадьбу, устраиваем ветеринки, тогда мы жарим. Либо свинью, либо теленка. А из сладкого, вообще сладкое, в целом, любите? О, да, очень много, да. А, например, вот с точки зрения европейских блюд, вот всякие бургеры бывают, стейк рибайт с какой-то средней прожаркой. Вам это вообще как, интересно или это в целом не очень? Помню, как еду, что когда ваши люди в своя очередь в Макдоналд, и сейчас мы стоим, и мы что-то кушаем. Только, видите, это очень дорого. За одну порцию, порцию доллара 10, на это очень много. Поэтому, если они хотят перцу, мы покупаем на улице за 5 долларов примерно, за башулю. А что из фруктов? Любимые фрукты, самые частые фрукты какие? Самый вкусный фрукт для нас, это дурьяна. Дурьяна? Да, только она очень дорогая, королевский фрукт называется. За килограмм с шкурой минимум 5 долларов. А в целом вообще жены дома готовят, я в плане чего, смотри. Только они готовят? Нет, я к тому, что смотри, у нас бывает такое, что, например, ну, женщина там приготовила еду на всю неделю, к примеру. Нет, объясню, объясню. Вы чаще готовите сами, или же вы чаще, вот, ты вышел на улицу, за доллар купил себе обед, по факту такая же домашняя еда, или как? Мы сами готовим для всей семьи, а те, которые кушают на улице, только они приезжают на работу, или они снимают маленькую комнату, и живут четвером-пятером, и мне, когда я не готовить, тогда они едят на улице за полтора доллара. Поняли, да? А если дом, мы готовим и кушаем с семьей, так выгодно. Выгодно, да? Да. И наши женщины готовят два раза в день, на обеде и на ужин, потому что у нас проблемы с электричеством. Дорого и не везде, поэтому нет холодильника, поэтому мы храним мясо в холодильнике, то есть ледом, да. Понимаете, придется купить его каждый день, поэтому они идут на рынок каждый день. Слушай, вспоминая о России, какие там тебе зашли больше всего блюда, чем тебя кормили таким, что ты ел, что ты прямо вспомнил, что, блин, вот это вкусно. Хотя на первый взгляд, может быть, тебе казалось, что как это можно есть? Не только для меня, а для всех больших студентов в России больше сметаны. Сметану? Хотя сметану не все могут, не все могут, могут есть с сахаром или с коричневым чаем, но больше со сметаной очень вкусно. Больше со сметаной? Больше со сметаной. Да, сметана не вкусная. А что еще? И для всех наших гречесок с котлетами. Гречки с котлетами? Да, необычные. Мы очень скучаем по гречкам. И пученого хлеба. Сало ел? Очень обожаю. Солененькое, да, на черном хлебе? Да. Водку пил русскую? Пили мы водку. Я предполагаю, что были по-любому какие-нибудь моменты, что ты там с русскими студентами, они тебе говорят, о, пошли, сейчас мы тебе покажем. Как тогда отдыхать? Было такое? Да, конечно. Мы жили в общежитии, тружились со всеми, особенно с высыми ребятами. Мы пригласили на баню в Подмосковье или ездили в Иваново, в Воронеж, в баню ходили, в сауну ходили. И после бани пиво, чаку, пили. Мы с ребятами на рыбаку даже пошли. А что тебя в России, ну, пока ты там был, удивило больше всего? Можно сказать, ну, мороз, понятно, вот из серии такого же ты вышел, такой нифига себе, какие-то вот воспоминания из серии, что тебя шокировало. Для меня я удивляюсь, что ваше растение под снегом хорошо переносится. Во как. Вообще. Понимаете, азимопхинцы, понимаете, знаете, такое под снегом выживать зимой, то есть это для нас. Я рассказываю маме, она не поверила, что как это можно? Ты умер от снега, и пшеницы не умерли от снега. Это удивительно, да. Время обеда подошло к концу. Поели мы довольно-таки плотно на четверых. Я вам вывожу счет на экран. За четверых вышло 58,65 долларов. И расплатились мы долларами, то есть тебе приносят счет в двух валютах, в местной и в долларах. Плати как хочешь, здесь проблем с этим нету. Дал ты, например, 50 долларов, если им не хватает дать сдачу долларами, они дадут тебе местные валюты. Но в этом плане, смотрите, 1000 рублей, можно сказать, на человека вышло. Но все наелись, напились и так далее. Местечко, в принципе, уютно. Оно по первому взгляду может быть какое-то не особо взрачное, не такое привлекательное. Но самое главное, вкусно, быстро. Тем временем мы с вами перемещаемся в одно очень значимое место для Камбоджи. Итак, друзья мои, с чем мы находимся у Хома, бабушки Пень, на нашем языке означает Ном Дон Пень. На этом месте в 1373 году бабушка по имени Пень нашла Буду в реке Меконг. Она призывала народа, и вместе с ними она построила бутинский храм на этом колбе. Поэтому, когда король по имени Пуни Яд в 1434 году из Агусской столицы сюда попал, и основал нашу новую столицу в честь Хома, той бабушки. Поэтому наша столица называется Пнон Пень, переводится означает Хома бабушки Пень. Леня, расскажи, пожалуйста, чем ты сам занимаешься? Потому что интересно послушать, на чем ты зарабатываешь, что ты делаешь, чем семья твоя занимается. Поскольку я человек в Северном Кожействе, я получил высшее образование в России, в Москве, в Северном Кожействе, поэтому мой маленький бизнес в Северном Кожействе, у меня 4 гектара собственных, но еще у моих родственников земля, у нас около 100 гектаров, представляете? Около 100 гектаров всего на всю вашу семью. А семья это твои родители плюс родители жены или... Нет, только родственники мои. А, только твои? Поскольку жена моя родом из Пнон Пень, поэтому у них только квартиры. Ага, ну тоже на той земле, которая стоит там полторашечку за метр. Вот так. Поскольку я родом из Батамбон, на границе Толяно, поэтому наша фасена там находится. И мы выращиваем рис, у меня 4 гектара, 2 гектара мы выращиваем рис, и мы снимаем урожай риса 3 раза в год. Ну поскольку я человек занятый, поэтому я время сдаю с одного гектара, я получу 200 долларов. Получается с одного гектара 3 раза в год 600, умножь на 2, 1200 долларов я получаю. Уже хорошо. Да, а если я сам занимаюсь рисом, наверное, не 1200, а 5000, например. Потому что с одного гектара, с одного урожая можно до полтора тысячи долларов, в среднем тысячи долларов. Еще я знаю, что ты разводишь, у тебя ферма есть небольшая, кого растишь. У меня 23 коров, быков. У меня в этом году 9 коров рожали 7 теляков. Теляков, они, ну телята, они продают. То есть корова остается, корова сама по себе с такой особенностью, но видимо из-за жары молоко не дает. Молоко не дает. А как теленка, чем кормят? Ну они своего теляка, теляки дают молоко на 2-3 месяца только, но не надо. То есть потом уже, короче, не надо. Поэтому если вы пьете молоко в Камбодже, значит привозное. Ну за последнее время наши люди привлекали английских коров, даже русских коров. Ну видите, придется создать им условия прохладные. То есть у нас проблемы с электричеством. Не проблемы, просто за электричество мы платим дорого. А, ну да, это понятно. Лентин у вас тоже привозной, это понятно. Слушай, с точки зрения совокупности дохода, я ни в коем случае не хочу залезть себе в карман, но просто людям будет интересно. Вот ты у нас ближе к среднему классу. Да. То есть ты не бедный человек, ты не богатый. Не богатый. Вот ты в середине. Если взять твой общий доход по году, вот год мы взяли, разделили на 12 месяцев, плюс-минус в долларах сколько в месяц у тебя выходит? Ну где-то 700-800 долларов. В месяц? В месяц. Чистый доход? Чистый доход. Тебе хватает это на твою жизнь? Хватает. У нас двоих детей и жена сидит дома, поэтому на псы уходят. Да. Дети, когда закончат школу, ты не планируешь их отправлять за границу? Я очень хочу, чтобы они поехали в Москву учиться. Если они могут стать врачом, инженером, программистом, я буду очень рад. С точки зрения медицины, вот заболит у тебя завтра зуб или еще что-то, температура, разные болезни. Что с медициной? Понимаете, у нас 157 городов и 24 провинции. Ну, в провинции или в богатом городе хорошо работает больница. Поэтому, если вы живете в посолке или деревне, там есть клиника, например. Где хоть в больницу далеко, если болезнь несерьезная, то лучше в клинику. Там за 5 долларов, за 15 долларов, если лечиться. Понимаете, да? У нас медицина бесплатная. Бесплатная. Ну, только за медикаменты, а за питание, за транспорт, за деньги. Поэтому люди часто к врачам не идут, они идут к шаманам. К шаманам? Да. Вот это интересно. То есть, смотри, но ты мне скажи, ты сам как считаешь, кто поможет тебе больше? А болен, например, где-то в области живота что-то болит? Медицина или шаман? Медицина. Смотрите, по-разному. А если у меня желудок болит, я к врачу не пойду, к шаманам не пойду. Я просто беру коричный чай с медом, пью и с лечиться. Бывает, что даже врачи не помогут, тогда шаманы. Ну, а шаманы действительно помогают кому-то? То есть, это и есть в духовном плане? В духовном, да? Да, да. Зато люди с удовольствием умирают с этой философией. Сыну посяген 11 лет, девушке полтора года. Вот, а сын, получается, входит в школу? Он чуть-чуть на пятом классе сейчас. На основании этого вопроса, что с образованием? Вот расскажи нам вот в двух моментах. Смотри, если ты подозреваешь государственную школу, раз, и второе, это международные школы. В чем различия основные? Как, что, почти по силе образования, на то есть? Скажем так, в платной школе очень много детей, например, в одном классе бывает и 50-60 детей. Платной? Да, бесплатной. А, бесплатной. А в платной школе, там максимум 30 детей. Значит, они успевают, учитель успевает, за ними следит, да, и так далее. Поэтому, как родители могут или не могут? Если совсем не могут, то отправляют в бесплатную школу. Бесплатно учиться на 12 лет. Ага. Понимаешь, да? Да. Но все равно они идут к репетитору. Понимаете? Да и за деньги. Поэтому, а если учиться в бесплатной школе, то совсем не за что платить. А сколько дети начинают работать? Работа или учиться? Нет, вот им уже так работать, колынь, помогать родителям. Они помогают со 7 лет. С 7 лет. Вот у тебя сын помогает? Помогает бабушке. Чем он занимается? Ну, в хозяйстве помогает. Ну, копает, я не знаю, там, кролика вкормит или еще что-то. Ну, копает, когда надо, да. Моя чушь-то занимается подкатуркой камака. И как раз он помогает переплетать пиробочку. Но ему в целом это как бы норм? Или он такой говорит, блин, отец опять это ехать? Ну, господи, мальчику не нравится, когда его составили работу. Но мы научим, привычим. Как проводит ребенок подросткового возраста в свободное время? Что для него, типа, отдохнуть там, расслабиться? Скажем так, мы стараемся в выходной день к родственникам, да. Или куда-нибудь, там, где озеро, где река, где водопад. Вот это, ну, редко, скажем так, да. Ну, они в основном кататься на велосипеде. Ну, велосипед, а вот такое, как бы вот, компьютерные игры. Да, кстати, очень, да. Надо убирать телефоны, компьютеры, потому что, да, он тоже сидит на компьютере. Короче, друзья, все как везде. Камбоджа, казалось бы, мы очень далеко. 12 тысяч километров отделяет нас сейчас от точки, где мы стоим, до моего дома в Москве. И при этом все то же самое. Велик, мороженое, сладости специально не дают кока-колу детям, потому что вредно. Сахарный тростник натурально полезней. Поиграть в телефон, ютубчик, да, посмотреть. Или что, у вас же ютуб тоже посмотреть? Он в основном игры. Нет, ну ты вот пользуешься ютубом? Да, ютуб использую. Ну, короче, друзья, все. Барса, телеграм. Все, все как везде. Что по спорту в целом? Видно, что народ, особенно те, которые сидят на рынке, да, мы в основном, да, потому с утра до вечера сидят на рынке, они вечером занимаются спортом. Самый простой, они ходят, бегают, да, машины, они в волейболе играют, в баскетбол играет, в основном, в основном, в футбол играет. Если они в волейбол играют, то только за деньги. Только за деньги. Только за деньги. У нас, у нас, вообще, не только мы, комбашисты, все азиаты очень азарные люди, поэтому просто так не играют. Ну, а казино вас не подкупает на то, чтобы все заработанное пойти и там оставить? Ну, слава богу, что нам в костыню нельзя сходить. А, для вас оно закрыто. Да, да, только для иностранцев. А вот такой вид спорта, там, из серии, не знаю, турники, спортзал тяжелый, вот эта атлетика, как они тоже занимаются? Да, занимаются, занимаются. Просто я что-то особо не видел здесь, комбайджицы. Они поддерживают свою форму, вот, мужчины, потому что они пьют пиво, и от пива у них большой животок, чтобы убрать жир, они занимаются в зале. Чем обычно ты занимаешься в свободное время? Вот ты отработал, выходные дни наступают, вообще, как в свободное время проводится? Ну, поскольку я занимаюсь в среднем шестом, поэтому, когда у меня свободное время, я на даче работаю, я ухаживаю за животными, понимаешь, да? Я немножко разбираюсь с чекникой, подчиняю там, мото-плоп, трактор, стадий. В Асавельске, Асавельске или Белорусский трактор, МТЗ-80 или МТЗ-82, еще в ходу. Хорошая, да? Да, они в ходу, могу показать, вот. И со семьей на море, у нас есть прекрасный город, называется Анувиль, курорт, там острова, чистый пляж. Да, мы не купаем на море детей, а женщины в основном там креветки, калмары сжарят, пьют шампанского вино, шампанского, а мужчины пиво, виски. Ну вот расскажи мне, пожалуйста, ты вот в целом вообще от жизни в Камбодже как? Получаешь удовольствие? Вот ты когда уезжал, например, в 2005 году из Москвы, я понимаю, что в Москве ты в принципе не работал, и вот ты сейчас пожив здесь, у тебя нет там мысли, знаешь, типа, блин, ну, Камбоджа не то, надо переезжать куда-либо. Я не говорю именно там в Москву, в Россию, а там в Америку, может, ты хочешь уехать, там, в Австралию, в Таиланд. Вот когда мы уехали в Москву на учебу в девяностоту году, здесь, ну, не бардак, но не стабильно, не стабильно. Поэтому, когда мы вернулись, и здесь все стабильно, безопасно, красиво, богат, богатой природой и так далее, поэтому я больше никуда не хочу. Больше никуда не хочу. Ну, может быть, детей отправлять на учебу, чтобы они видели Европу, Америку или Вьернан, Таиланд, то для меня уже все, не надо, да. Я мечтаю, там, посадить, если не все 4 гектара, то хотя бы 2 гектара, я хочу кушать дерево, потому что с одного гектара дерево дает смолу, можно эту смолу сдавать, с одного гектара это 4 тысячи долларов в год. Значит, в России у нас есть березовый сок, а в Камбодже у нас сахарный тростник, ну, и не только в Камбодже. То есть, я правильно понимаю, что просто выжимают его и лед добавляют, а больше ничего? Да, больше ничего. Но он прям сильно сладкий, прям чисто прям в натуре, сахарный. Да, именно поэтому мы можем получить сахар, просто варим сок на чане, сок выпаривается, и будет карамелька. Да, друзья, и на самом деле довольно-таки вкусное дело, поэтому вот ты расскажи, пожалуйста, какие советы ты дашь русским, кто приезжает сюда, ну, погулять, посмотреть город, изучить его. Я не знаю, что нужно иметь, если, например, вот я сгорел, что нужно делать, чем лучше всего мазать? Ну, просто прикрывайте полностью курткой. Курткой, друзья, 36 градусов для Алины, это как бы 22-25 наших. Когда на улице 18-20, если такое бывает, то это ты уже мерзнешь. Да, да. Не нравится тебе, да? Даже старики и дети умерят холода, если температура 15 градусов. От холода в плюс 15. Плюс 15 градусов. Дело в том, что те, которые живут на горах или на воде, у них дома несерьезные. Там просто стена и крыша. А что ты порекомендуешь людям, кто приехал в Пнумпень посмотреть первым делом? Вообще, куда сходить? Какие топ-5 мест туристу? Да, если вы приезжаете в Пнумпень, обязательно посетите Королевский Творец. Раз. Да. Вот Пнум, где мы сейчас находимся. Два. Набережь, где четыре реки пересекают. Где мы были? Три. Русский рынок. Русский рынок здесь есть? Мы должны съездить четыре. Обязательно, да. Так. И для того, что когда был Союз, русские работали в посольстве или жили в нашей столице, они ходили в такой рынок. Для местных называется Пса Тултумпун. Но в Ютубе или в Гоголе называется Русский рынок. Пятое место, какое еще посоветую? Пятое место ОПЭФ. Посмотрите, Дом правительства или Министр обороны. Бульвар Российской Федерации? Да. Ну, если вам интересует режим Киносиды собственного народа во главе Поль Порта, можно посетить музей Киносиды С-21. Вот так. А если вы приезжаете не в Пнупе, а в Семьере, посетите самый знаменитый храм Камбуза, который называется Алкуват. Это один из храмов. Не забудьте посмотреть храм Топрум и фильмы Ларокров, где корни, стены и так далее. Байон, храм Ликоф и многие другие. То есть в Камбодже по храмам вы не соскучаетесь. Вот обратите внимание, вот сейчас я чувствую отголоски к Камбодже, потому что раньше на месте, где мы стоим, было еще большое скопление обезьян. Но обезьян убрали, потому что они начали нападать на людей и кусаться. Слышите, птички кричат. Вот покажи, пожалуйста. Вот это вот дерево, просто-напросто все укутано сейчас спящими летучими мышами. Да-да, друзья, вот это вот все Бэтмены, если хотите, это вампиры, которые сейчас набираются сил, чтобы ночью выйти на охоту. Я был дико удивлен, когда мы идем, я слышу такие звуки, но в целом орут, но плюс-минус приятно. Товарищи предприниматели, информация для вас. Ваш бизнес масштабируется, и у вас встают новые задачи. Как видите контролировать работу всех сотрудников, даже тех, которые находятся вне офиса? А уже многим на помощь пришла IP-телефония для бизнеса ЮИС. Данный сервис показывает всю статистику внутри компании по звонкам. Будь этот сотрудник курьер с мобильным телефоном в подземке или удаленщик, который как раз таки работает вне офиса. Все звонки между сотрудниками бесплатны, а разговоры записываются. И это помогает не только понять, как обслуживаются клиенты, но и передать опыт успешных менеджеров другим сотрудникам. Ну и так называемая вишенка на торте, вся статистика и работа сотрудников видна онлайн в едином окне, что помогает собственнику и его руководителям держать все под контролем. Добавим к этому демократичные цены и звание народного лидера в сегменте по мнению рейтинга Яндекс. И получим то самое идеальное соотношение цена-качество. Рекомендую подключиться и попробовать все на себе. Ссылочку оставляю в описании, по которой вы сможете получить один месяц бесплатного обслуживания. ЮИС, айпи-телефония для бизнеса. Пользуйтесь на здоровье. Мы сейчас приехали, улица называется Басок-стрит. Если вдруг здесь окажетесь, решите ну-ка пойти прогуляться, как вариант. Эта улица уже такая, больше с европейскими кафешками. Мы вам сейчас покажем, что здесь происходит. Вот этот долбеж бесконечный, вот так вот выглядит развивающийся город, где постоянно идет стройка везде. Строится, казалось бы, здесь, да, подходим. Ну, местная кухня готовится. Все это нам уже по Азии знакомо. Ну, покажу этот прикольный, наверное, смотри, рыбка. Рыбка с мухами, с червячками от мух. Ну, как бы все хорошо. Но она такой же сенька поняла мой язык. На данный момент в местах посетителей, можно сказать, ноль. Но буквально через час-два, как правило, говорят, в девять вечера здесь не протолкнуться. Музыка играет, все танцуют, развлекаются. Хотя при том, что сама по себе улица, она не совсем длинная. Это не как, например, Волкин-стрит, там, в том же самом Таиланде. Он длинный. Она вот, буквально там, ну, 70-100 метров. То есть, где стоит красная Мазда, где стоит красная Мазда, и вот дальше там перекресток, это уже конец. Друзья, знакомьтесь, Фредрик. Nice to meet you. Фредрик француз, но знает английский язык, и более того, он здесь не просто отдыхает, работает, это его бар. За нашей спиной это его бар. Фредрик, будь добр, расскажи, пожалуйста, как давно ты в Камбодже, и что тебя сюда привело? Приятно познакомиться, Димастый. Я в Камбодже вот уже 7 лет. До того, как я переехал, у меня был бизнес в Париже. Я хотел куда-нибудь эмигрировать. Я выбрал Камбоджу, потому что это очень красивая страна с красивыми и хорошими людьми. А вы купили здесь себе квартиру для постоянного проживания или снимаете ее в аренду? И что это? Однокомнатная квартира, студия? Что это такое? Да, да, у меня здесь своя квартира в кондоминиуме. С одной спальней. В хорошем районе Пнампеня за такую квартиру вы заплатите порядка 450-600 евро. Неплохо, ребята. 82 квадрата. How much? А купил я такую квартиру два года назад по цене 55 тысяч долларов. Да, но это было два года назад. 500-600 евро. С точки зрения работы, как вам? Все нравится, все получается? Вы постоянно чувствуете развитие каждый месяц? Да, да. Бизнес здесь растет каждый год. Зависит от того, чем вы занимаетесь. В целом, бизнес процветает. Да, нет никаких проблем. Здесь я живу один. Мне тут все нравится и отлично живется. И это моя правда. Пожалуйста, казалось бы, француз из Франции. Зачем ему переезжать в Камбоджу? Ну вот, человек пришел, открыл себе барчик. И я вам больше скажу, денег они здесь зарабатывают нормально. Туристические места, да, не самая дешевая аренда, но тем не менее, всегда такие места приносят хорошие деньги. Знакомьтесь, Джо. 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 Джо из Америка, Охайо. Джо, скажи, пожалуйста, сколько тебе лет и как давно ты в Камбодже и для чего ты сюда приехал? Что тебя сюда привело? Окей. Я 25 лет. Значит, мне 25 лет, живу в Камбодже уже около 4 лет. Приехал сюда просто попутешествовать, а в итоге влюбился в страну и остался. Тебе в целом нравится жизнь, работа в Камбодже? Не хочется ли тебе вернуться в Америку? Ведь многие люди, которые живут в подобных странах, хотят наоборот, поехать в Америку, попробовать поработать и пожить там. Да, мне часто задают этот вопрос. Многих это интересует. Есть хорошее и плохое во всех странах. Я родился и вырос в США и очень хотел провести какое-то время за границей. Камбоджа – это отличное место для этого. Ты живешь здесь в аренде или ты купил себе жилье? Я просто арендую. Я жил в нескольких разных локациях в городе. Первое было, кстати, на этой улице. Я спал на полу в баре, но сейчас у меня уютная маленькая квартирка. Плачу за нее 230 долларов плюс 300 электричества. В круг выходит порядка 300 баксов. Но она идеальна для меня. Она двухуровневая. На первом этаже кухня, на втором этаже спальня. Сколько дней в неделю и часов в день ты работаешь? Здесь мы работаем больше обычного. Я работаю 6, иногда 7 дней в неделю по 12-14 часов в день. Если у тебя есть выходной, то как ты его проводишь? Мне нравится просто прогуливаться по городу, изучать его. Пью холодный чай или кокос и просто расслабляюсь. Вот эта улица барная. Сюда по вечерам приходит очень много людей отдыхать. Кто эти люди в большей степени? Камбоджийцы, китайцы, американцы, европейцы? Кто это? Здесь, по правде говоря, вы увидите людей со всех уголков земли. Местные здесь отдыхают, экспаты тоже. И каждый год по-разному. Иногда зависит от сезона, рейсов и так далее. Но в целом здесь большое разнообразие национальностей. Работники баров – это микс. Посетители баров – это микс. Скажи, пожалуйста, свои планы на ближайшее будущее. Ты хочешь остаться в Камбодже, продолжать работать здесь? Ты хочешь открыть что-то свое? Ты хочешь вернуться домой вообще в целом? Я планирую только на сегодня и завтра. Не заглядываю далеко в будущее. В Камбодже очень легко жить по такому принципу. Ты просто живешь одним днем и принимаешь то, что тебе преподносит твоя жизнь. Короче, вот так вот, ребята, пожалуйста, проходишь. И получается так, что мы выходим в тупичок. И здесь уже опять-таки живут местные. Собственно, уверен, что в этом райончике они дико счастливы, что имеют свои дома, так как можно сдавать их, как я думаю, в хорошую аренду. И, собственно, как некоторые хотят здесь, не работать. Уютная улочка, куда можно приехать вечером, посидеть. Вот, кстати, пойдем, пойдем, follow me. Я вам хочу просто показать один интересный барчик. Вот такой, допустим, да? Гляньте, он просто крошечный. Hi, bro. Вообще, little, little, but... Но народа здесь, мне кажется, помещается много, садятся кондиционеры. Ну, так по-своему прикольно. То есть, знаете, такие небольшие уютные места. Представьте себе, льет тропический сильный ливень. Ты сидишь в хорошей компании, общаешься, обсуждаешь свои планы на завтрашний день. Я даже не знаю, какие слова подобрать, потому что вот такого контраста я давно не видел. Вот вы вдумайтесь, мы с вами проходимся по квартальчику, где живут бедные люди. Ты только выходишь из него на улицу, на проезжую часть, и тебя тут же начинают встречать Porsche, Range Rover, Rolls-Royce. Ты садишься на автомобиль, буквально пять минут, и ты приезжаешь уже совсем в другой квартал. Здесь высотная застройка, уже значительно гораздо чище. Есть историческая застройка, такая во французском стиле, уютные улочки. Соответственно, вот все по-разному. Сказать о том, что местные люди, простые люди, живут очень бедно, по факту, если каждому из них задавать вопрос, тебя все устраивает, большинство из них отвечает «да». Мы общались с людьми, они говорят, ну, он живет, ему здесь нравится, он привык, у него нет претензий. У него нет претензий. При том, что земля дорогая, он может ее продать и улучшить свои условия, переехать. Но он не хочет этого сделать. Вы видели, мы идем, будний день, люди отдыхают, валяется, жара такая, что, знаешь, она тебя, так сказать, разморила. И вот они лежат просто отдыхая, такие квелые. И живут, и никто особо не жалуется. То есть к нам ни разу никто не подошел в этих дворах, не начал спрашивать, что вот тут делать, близко приближаться из серии, прощупать карманы. Такого не было замечено. С точки зрения безопасности, конечно, я бы не рекомендовал вам, там, я не знаю, сидя в баре, решить потом пройтись по этим улочкам, но это просто неправильно. Но в дневное время спокойно погуляться, это замечательно. Таким образом, Камбоджа дает возможность, как минимум, понять, расширить свой кругозор уж точно. В этом выпуске мы вам показали, какая недвижка есть, что строишь, что такое местный бизнес-класс и какое наполнение он в себе несет, помимо того, что вы покупаете квартиру, условно, что вместе с ней идет в этом комплексе. Какой подход, какой размах, и какая в соотношении всего этого цена. Я, как минимум, приглашаю вас в комментарии, напишите, какие условно-альтернативные варианты бывают в нашей стране, в наших крупных городах. Почувствуйте разницу. Буквально 5 минут мы сделали перемещение на автомобиле не спеша, и мы оказываемся вот в таком райончике. Я в Камбодже, друзья. Как оно? Похоже, что я в Камбодже. Вот это вот новые застройки идут. Собственно, здесь неподалеку есть казино, место притяжения для богатых людей. Соответственно, застройка на любой вкус. Пожалуйста. Трехэтажная, четырехэтажная застройка, шести-семиэтажная, высотная застройка с террасами, с балконами, с пентхаусами. На каждом углу майбахи с водителями. Вот этот райончик, в котором мы находимся, он построен во французском стиле Елисейские поля. Отстроили его китайцы. Вот, они пришли в страну, сделали инвест и построили себе вот такое жилье. Соответственно, вы можете посмотреть по сторонам, вы видите, что многие вывески, они дублируются. То есть, здесь идет китайский язык, английский язык и, собственно, камбоджийский язык. Камбоджу можно показать очень бедный, а можно показать такой S560 майбах. Ой, что это? Еще один майбах подъезжает. Я говорю, мне надоело повторять одно и то же, но это все разное, постоянное. LX570 подъезжает, выходит водитель, девушка садится назад из какого-то салона красоты, уехали дальше. Ну, ты глянь, что это, что скажешь? А? Братан, я в Камбодже! Да, я в Камбодже! Итак, друзья, наш большой выпуск подходит к концу и нам остается только лишь сделать выводы. Могли ли вы себе представить вот такую Камбоджу, ну, в частности, столицу Пномпень? Когда я туда летел, у меня были совсем другие ожидания. Атмосфера города, его развитие меня действительно приятно удивило. Меня удивил этот контраст между бедными и богатыми. Средний класс здесь, конечно, вопрос спорный. Вопросы из серии безопасности, что это гангста город, мы опускаем вниз, потому что нам с вами там не жить. Мы рассматриваем Камбоджу исключительно с точки зрения туризма, посмотреть, как люди живут, ну, и как возможность заработать на инвестициях, что, собственно, сейчас активно происходит по всей Азии. Я вас всех приглашаю в комментарии, высказывайте ваше мнение по-виденному. Я надеюсь, этот выпуск вам понравился и вы досмотрели его до конца, ведь, елки-палки, ну, было интересно и было очень много времени вложено в монтаж съемки этого сюжета. Как минимум, ставьте лайк. Не забывайте, что все полезные контакты ждут вас по ссылочкам в описании. Кому интересно, переходите, оставляйте заявки, знакомьтесь. Мы же продолжаем снимать дальше. В следующее воскресенье вас ждет шикарный выпуск из нашей страны, он уже отснят и, собственно, отправляется в монтаж. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. У меня на этом все. Пока, пока.